Это позор. Это позор, девочки, на всю Европу. Вновь выбранного президента, понимаете, сидят тётки под забором. Я в шоке. Я в шоке. Это вообще, это дело пятое. Пусть они вас уговорят, чтобы вы здесь не сидели и начинают давать указания тем, кто не решал ваш вопрос, чтобы они рассматривали эти дела, чтобы они вновь начинали заниматься вашими... А толку никакого. Надо же разобраться в чём. Всё ж коррумпированное. Всё ж коррумпированное. Да без предела. И все решают, и толку не поменят. Янукович кричат плохой. Янукович такой. Янукович ушёл, а банда то вся осталась. Он же с собой их не забрал. Вон они все в СБУ, Министерство обороны сидят. Они же все сидят здесь, люди добрые. Миллиарды получают. Миллиарды, девочки. Вот вы Житомирская 95-я, да, тут вот забыла, нужно сказать. А я ж 25-я, Нерпопетровская, сын мой. У нас матери, девочки, ремонтируют БТРы. Вы представляете? БМД ремонтируют сами. Приезжают дети, они же разбитые. А у нас нет вооружения. Куда ж эти миллиарды идут, ребята? Пора уже встать и спросить этих, которые воруют. Они что, думаете, лучше Януковича? Они же при нём работали все. Они же тоже тырили. Они же Януковича 4 года терпели. Значит, тырили вместе с ним. Правда или нет? Не терпели, накладывались, поддерживали. Они соберутся и уедут. А мы тут здесь останемся. Посмотрите, что сделали с Донбассом. Я житель Донбасса. Вот я стою, смотрите, я мать десантника, уроженка антрацита Луганской области. Всё там осталось. Возвращаться нельзя. Потому что всё, смерть. Потому что не поддерживаешь сепаратистов, которые там. Кто такие сепаратисты? Это уголовники. Там российские казаки, войска российские. Понимаете? Это вообще. Это вообще. Они амнистию начинают устраивать. Кому устраивать амнистию? Надо всю мобилизацию, всеобщую объявить. Надо всем. Вот этим, которые, видите, сколько машин стоит. Все должны быть на фронте. И все должны воевать, защищать отечество. А президент должен впереди, как Чапай, идти. Вот тогда Путин подумает. Стоит трогать эту землю или не стоит? А мы Крым отдали. Крым отдали. И баллотируемся в президенты. Люди добрые. Это же вообще позор, а. Давайте Донбасс отдадим. За что умирали наши дети? За что? Заход же не остановится. Но они сами знают прекрасно, что он не остановится. Но он не остановится. Вы помните, как ещё Майдан был, как Путин говорил. Посмотрите в интернете. Он, я лично видела. Он сидел на пресс-конференции в ЕС и говорил. Украина 243 или 9, вот путаю, предприятия, которые работают на оборону России. Кто им позволит не работать, когда Майдан случился? Вот почему на нашей земле 243 предприятия наших работают на оборону России. Люди добрые. Поэтому и война заканчивается. Наши дети говорят нам, не только мне, всем говорят, мы бы уже давно это всё отладили. Нам не дают шаг вперёд 10 назад, 3 шага вперёд 20 назад. Это что такое? Это что такое? Это какая защита отечества? Мало того, что мы их кормим, поем, одеваем, обуваем, уже технику ремонтируем. Имею право заявить, мои члены союза, такие же матери. Мы же все матери, которые объединились в войну. Звонят и говорят, сегодня две в тракторную бригаду отвезли. Вчера одну отвезли. Слава Богу, договорились. Вы представляете, что мы делаем? Так может, мы вообще тогда давайте всё в свои руки возьмём и к чёртовой матери их всех. И тогда, может, Украина заживёт. Что это такое? Ну, что это такое, а? Так выборы устроили, ребята. Пацанам воды жрать нечего на фронте. Мы выборы устроили. Надо чёртовой матери всех в отставку взять президенту в власть в свои руки и показать свою мужскую силу. Зачем они нам нужны, эти депутаты? И опять же, на манеже все те же. Посмотрите. Посмотрите, девочки. Посмотрите и расскажите другим, когда приедет, что я вам говорю. Я не боюсь, я могу в суде везде доказать. Они выгнали коммунистов в зало заседания. Нашли, кого выгонять. А чё в реаналов не выгнали? Ведь они ж кашу эту заварили всю. Так или не так? Кто давал распоряжение? Кто голосовал за убийство, когда Анна Герман наша, великая, леди, нараспев разговаривает. Скоро уснёт от своего разговора. Сама себя закачает. Вот. Первая подняла, вы посмотрите, она первая подняла руку. Она сидит у нас в депутатах, девочки. Представляете? А где наш министр, бывший министр Пьёваль, який тендер три месяца проводил? Потому что деньги отмыли. Уже надо следующего. Следующего, следующего. Строганкой на передову. А не просто поменяли, а посадили в іншу кресту. Я буквально два дня назад приходила, сдавала письмо сюда. Свободно прошла. Сегодня надо зайти, надо выйти. А здесь нельзя отдать просто? Ну там, идём. Подворотнее. Можно со мной человек пройдёт? Посмотрите, нет? Ну где? Я с тобой беру гражданина Украины. Можно? Пойдёмте. Или нельзя? Пойдём, пойдём, заберите руку, пойдём, со мной письмо заберём. Или вы со мной пойдёмте, письмо заберём. Где нам письма отдают? Сюда. Сюда. Иди с камеры. Слушай, я боже, мы ж иди, что мы вам здравима. Какой организатор я? Какой организатор я? Я гражданин Украины. Дуже приятно. Вы заявлены ввертали. Голова громадской организации. Слушайте меня. Дуже приятно. Вы меня держали. За кого основание? Не родите, вы спорядку. А я не устраиваю. А я вас прошу, не надо мне говорить устраивайте. Мы боремся за своих сыновей. Вот если вы будете бороться за своего сына, я вам буду честь отдавать. Поехали. Я уверена, что ваш сын не в отрон. Пойдёмте. Пойдёмте. Не проходьте с камеры. Почему один? Почему один? Почему? Почему обмежено? Зараз вклада народная. Почему обмежено? Почему обмежен проход в канцелярию президента? Почему обмежено? Какая обстановка у нас в стране? Женки идут. Вони не идут с броней. Чому забороняются? Какая обстановка? Альба украинских владельцев. Какая обстановка у нас в стране? Військовиста. Пойдёмте. 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 Давай. Сама всё поснимаем. Иди снимай. Вынесли. Вынесли. Снимайте, хлопцы. Снимайте. Дают. Снимайте всё. Снимайте. 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 Мама, сына, який воюет, який захищает вас всех, что вы за свой день. И не допускаете. Вам ганьба. Спасибо. Ну, добрый. Снимайте. Хорошо, я позвоню вечером вам. Хорошо. До свидания. Вот так. Президент Смайдана. Президент Смайдана. Прорваться в канцелярию нельзя. Поменяли шило на мыло. На манеже все те же. Маха. Это мать, мать, чёны, которые твои. А тут, когда говоришь, что это не так. Я тоже, я тоже понимаю. Что самое страшное, если эти парни вернутся действительно в Киев с оружием, то тогда будет самое страшное. Слава Украине! Героям слава!